Unity 3D Study.ru. Научитесь создавать игры. Работу сейчас, там нужно несколько месяцев, все равно, можно так сказать, не отвлекаться на другие дела. И, конечно же, учеба. Учеба это самое важное, так что не обращайте внимания, все-таки я не должен быть в учебе низшим человеком, я должен хоть образование-то получить, поэтому не обращайте внимания. Плюс сейчас весна, экзамены и все такое. Сегодня будет пример, как обычно, не с нуля, не то что предыдущий. Сегодня мы все будем, точнее, как раньше, самые первые выпуски. Сегодня я буду просто показывать, как создавать игру в процессе, показывая код, который тут есть. Сначала, ну, сделайте вот такие спрайты, как у меня, ну, не обязательно рисовать именно такие же. Просто для примера, сделайте картинку зеленого цвета человечка, не обязательно зеленого, вы можете сделать вообще, в принципе, любого цвета вашего человечка. Просто зеленый квадрат 32х32 и красный квадрат 32х32. Но вы можете их поменять. Названия, кстати, все вот, которые здесь вспишите, это Soldier, Back, Back1, Fire, Earth, Mountain, Water и Sand. Обязательно названия должны быть одинаковыми, как у меня здесь, я думаю, будет видно. Если что, пишите в комментариях, я их выложу отдельно в комментариях. Название всех объектов и всех спрайтов. Обязательно, нет, не обязательно, конечно, рисовать, как у меня, просто главное придерживаться этим критерием. И сделать это вот тоже 32х32. Старайтесь делать все размеры первых четырех спрайтов 32х32. Остальные четыре делайте 64х64 обязательно. Это фон земли, фон земли с горой. Ну, это просто я накидал быстренько, понятное дело, я ничего не вырисовывал. Вода. И спрайт сент, то есть это песок тоже, как бы фон песка. Игра должна в конечном итоге выглядеть как-то так. Так, немножечко неудачно получилось сейчас. У меня дело в том, что там случайно, как вы понимаете, генерация. Сделайте фон земли немножечко темнее, чем ваши активные персонажи, чтобы было можно их различать. Потому что вы можете не различить их. Как вы видите, я нажимаю на кнопку А, и наш персонаж, подходя к ближайшей, ну, так называть, башне или зданию, начинает в неё пулять. Передвижение осуществляется как в стратегиях. На правую кнопку мыши. Если мы нажмём левую кнопку мыши на любую часть экрана, то у нас отменяется управление этим персонажем. Мы начинаем его передвигать вот здесь так. Можно его тоже отменить. Можно выделить сразу группу нескольких. И если поставить их в одну точку, они будут танцевать вокруг друг друга. Если нажать на букву А, они ещё при расстоянии какой-то башни будут ещё в неё и пулять. Ну, как бы я не доработал такую систему столкновений, чтобы они останавливались. Потому что у меня на это уходило мало времени. Вообще, татуировал я писал буквально несколько дней. И когда было время, я уделял небольшое количество, там, не знаю, минут 15 каждый раз на написание этого движка. Ну, как движок. Это даже движком было не назвать. Слишком уж стыдно назвать это движком. Ну, в общем, вы поняли, что из себя будет представлять эта игра. Ну, или пример. Для начала создаём Object Control. Object Control обязательный вообще в составлении. Ну, как я и говорил в предыдущих туториалах, Object Control является, ну, реально контроллером всех наших действий, происходящих в игре. Что это такое? O-Control... Назовите его O-Control, как у меня здесь написано. Поставьте... Ну, вы можете и не ставить, на самом деле, к нему спрайт. Спрайт я сделал для себя, чтобы можно было его в редакторе комнат увидеть, куда я поставил. Ну, чтобы он так выделялся, можно так сказать. Не обязательно ставить... Нет, обязательно поставьте Visible. Это одна из самых главных приоритетов в этом объекте. Это обязательно, по-любому. И в Create прописываем вот такие четыре координаты. Это X1-0, Y1-0, X2-0, Y2-0. Попозже объясню, зачем. И в Step... В Step мы ничего не пишем. Я не знаю, почему у меня осталось это действие здесь. Global Left Button. Обязательно Global Left Button. Она добавляется таким способом. Add Event, Mouse. И вот здесь Global Mouse находится. И только здесь находятся все эти глобальные функции. Почему не эти? Потому что эти Left Preset будут реагировать только, если вы нажимаете на объект, внутри объекта. А Global имеется в виду на всем экране, где вы кликаете. Не обязательно на объекте. Так что в Global Left Button не прессит ничего. Именно Button простой. Вы прописываете All Active равняется нулю. Почему All Active равняется нулю? Дело в том, что у наших персонажей будет параметр Active. Но вы не внедряетесь в это. Просто списываете. Под конец, подытожим, вы поймете. Вы сами поймете, почему я так пишу. All Active равняется нулю. All это значит, что все вообще объекты, у которых есть Active, будут равняться нулю. Ну а так как у нас всего-то есть только эти объекты с Active, так что он будет считать только персонажей. X1 у нас равен Mouse X, Y1 равен Mouse Y. Что у нас получается? Это получается у нас именно вот это вот выделение. Когда мы жмем, держим эту клавишу, точнее... Ну, вы понимаете, что... Нет, это появление вот этих вот координат. То есть вот этот вот правый, левый верхний угол. То есть мы указываем левый верхний угол. А в Left Preset мы прописываем Y2, X2 равен Mouse X, Mouse Y. Ну, однозначно, X равен Mouse X. Mouse Y это Y. Это как раз-таки тот угол квадрата, который находится... Куда мы тянем мышку, то есть правый, нижний. Что получился вот такой квадрат, ну, как в стратегических играх. И в Global Releases мы все сводим обратно к нулю. То есть на нуле у нас всегда... Ну, то есть все при отпускании клавиши вот это вот... Ну, все сбрасывается, как вы поняли. Этот квадратик исчезает. Единственная проблема, то что если... Я еще не пробовал такой вариант. Если мы пошлем сейчас в край карты. Насколько я понимаю, прямо вот в самый-самый-самый-самый... Сейчас, 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 в самый-самый край. В ноль и отпустим. Да, он у нас покраснеет. Он был всегда активным. Дело в том, что как раз-таки там находится ноль координат. Но вы, в принципе, можете здесь написать минус 100 и минус 100. Куда уже игрок никогда не достанет, если вы сделаете границы передвижения. А в Draw мы прописываем вот такую вот вещичку. Draw Rectangle Color. То есть, это как бы... Мы рисуем квадрат. Прописываем координаты x1, xy1, x2, y2. И здесь везде прописываем CRET, 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 CRET. И единичку в конце обязательно. То есть, как бы, у нас получается... Но этот квадрат, по сути, является лишь рисунком. То есть, как бы, никаких столкновений он не просчитывает. Что просчитывает столкновения с персонажами? Это уже дело самих персонажей. Это нужно заходить в O-Solder. O-Solder это и есть наш персонаж. Вот почему, кстати, нужно здесь поставить Visible. Потому что Draw перекрывает спрайт. То есть, этот спрайт уже не будет рисоваться. Будет рисоваться только вот то, что написано в функции Draw. Я уже, по-моему, объяснял в предыдущих уроках. В Object Solder мы прописываем вот такие три перемены. Самое главное это Active равное с нулю, Move равное с нулю, Attack равное с нулю. Но, насколько я помню, attack уже не используется. Я делаю в том, что сам уже не помню свой квад. Но постепенно сам уже буду вспоминать и объяснять. Обязательно ShotTime. То есть, ShotTime это сокращение от времени, как бы, отката стрельбы. 40 шагов. То есть, ну, это примерно 2 секунды, наверное. Shot 0. Это значит, что мы не можем стрелять в этот момент. Place X, Place Y. Я не помню, используются они или нет. Если будут использоваться, я объясню. И в степе, самый первый скрипт, мы прописываем. NNN равняется Instant Create X, Y, O-Solder. Обязательно. NNN равняется Instant Create. Точнее, Instant Nearest, извините. Nearest это ближайший вот этот вот O-Solder. Ближайший вот этот вот O-Solder. То есть, ближайший наш солдатик. И прописываем здесь координаты. То есть, как бы, прописываем как раз-таки то, что просчитывает покраснение нашего персонажа и выделение. Когда наш Collision Rectangle, то есть, когда он находится в зоне вот того квадрата, прописываем прямо вот так же, как в Rectangle рисование, только без цветов. То есть, здесь тоже X1, Y1, X2, Y2. Только здесь пишем как раз-таки NNN. Это тот же самый Instant Nearest O-Solder. Просто, чтобы каждый раз не писать вот эту вот большую длинную переменную, легче просто ее приравнять к NNNN. Точнее, к 3N. Ну, или как вы хотите. Главное, чтобы эта перемена нигде не использовалась. И здесь 0 и 0. Обязательно 0-0. То есть, это Not Me, насколько я помню. А, нет. Press. Это точное столкновение. И Not Me. Нам не обязательно точное столкновение, так как, в принципе, у нас все спрайты, ну, по квадрату определяются. И внутри скобок, именно скобок фигурных, потому что я помню, кто-то там писал, Вах, у меня скобки не работают. Пишется ошибка. Это именно фигурные скобки. Не обычные скобки круглые на девятке и нуле, а те, которые на х и твердом знаке на русской раскладке, которые пишут квадратными на английской. Именно вот эти фигурные скобки, скобки, обязательно, скобки. Active равняется одному. If Active равняется одному, теперь уже идет проверка. И что будет, если Active равняется одному? А если Active равняется одному, то наш персонаж начинает краситься в красный цвет. Именно эта функция не прописывается в Draw. Она прописывается именно в Step. То есть, если наша функция, то есть, когда выполняется вот это действие, когда он активный, можно так сказать, то Image Blend равняется C Red. То есть, ну, понятное дело, он краснеет. Иначе, то есть, если не равняется другому числу, ну, в нашем случае это 0, Image Blend равняется C White. C White это как бы смешение. То есть, он, зеленый цвет, точнее, любой спрайт, нарисованный не белым цветом, будет смешиваться с красным, ну, и то есть, получается наслоение зеленого на красный. Если, чтобы обратно вернуть его в зеленый цвет, нам нужно смешить его с белым. То есть, как бы, белый цвет в этой функции является обнулением всех цветов, наложенных поверх спрайта. Если бы наш спрайт был нарисован белого цвета, нам бы, ну, как бы, снова пришлось приравнивать к C White, но изменения по-другим цветам были бы более точные. И теперь здесь прописываем IfShot равняется одному, это как раз-таки, когда у нас выстрел равняется одному, фигурная скобка, и внутри фигурной скобки мы прописываем WithInstantCreate Объект Bullet. То есть, с объектом Bullet. Почему With? Дело в том, что вообще в InstantCreate всего три перемены, точнее, даже две. Это x и y координаты, и сам объект. Чтобы расширить функцию внутри объекта, нам нужно делать With, когда мы прописываем With. И уже круглые скобки, внутри прописываем InstantCreate, снова вот этот вот Bullet. Открываем фигурные скобки, и внутри них мы можем добавлять любое количество аргументов, ну, в зависимости от x и y. И внутри мы снова делаем NNN2, по типу как NNN, только вместо InstantNearest or Solar мы проверяем o EnemyBuilding. Это там красные объекты, которые будут чуть-чуть попозже. То есть, как бы мы проверяем здесь, NNN Speed равняется 2, и Direction равняется Point Direction от x и y до NNN2x и NNN2y. Что это? Извиняюсь. Что это? Я сейчас объясню. То есть, когда у нас создается объект, он ищет ближайшее здание, точнее, красный объект врагов, можно так сказать, и скорость у пули будет равняться 2, будет равняться 2, а Direction будет равен, ну, по направлению он будет именно к башне. То есть, это его начальная первая координата, это конечные точки, куда он будет перемещаться. По векторам, насколько я знаю. Но я могу ошибаться. Создаем второй блок кодов, в который мы прописываем if mof равняется 1, mpPotentialStep, просто переписывайте этот код, PlaceX, PlaceY. Все-таки PlaceX и PlaceY нам понадобился. Это та точка, в которую будет перемещаться наш персонаж. Это будет чуть-чуть попозже. Скорость 2 равняется, и он будет сталкиваться со всеми объектами Solid. И обязательно создадите parent, ну, то есть, просто объект Solid, без всего, просто Solid. И указывайте parent у солдата, у всех построек, именно этот parent, чтобы они обходили вокруг, ну, как бы, чтобы они не просачивались сквозь эти объекты. If attack равняется 1, у нас начинается именно вот это самое главное, if attack равняется 1, самые огромные фигурные скобки, я даже лучше сделал вот так, нажимаю на tab, и немножечко все подвигается. If attack равняется 1, то есть, когда у нас начинается атака, то Shot равняется минус 1. То есть, как бы, у нас начинается при атаке Shot T, как раз-таки, который был вначале, равен 40, отниматься, если именно атака равняется 1. То есть, с каждым шагом у нас на единичку отнимается. Как раз-таки, происходит 2, наверное, где-то 2 секунды. И внутри всего этого прописываем, если дистанция до объекта Enemy Building, это как раз-таки, ну, ближайший объект врагов, меньше 120 пикселей в радиусе, то тогда Speed равняется 0, то есть, наш игрок останавливается. И если Shot T у нас приходит до 0, при исчислении вот этого Shot минус 1, то у нас происходит Shot равняется 1, Shot T равняется 40. То есть, у нас происходит быстрый выстрел, Shot равняется 1, и он может стрелять. И Shot равняется 40. То есть, снова у нас время равняется 40, и снова начнется отсчет. А иначе Shot равняется 0, то есть, он не будет стрелять. Ну, понятное дело, что он перестанет стрелять, так он сразу становится больше 0. Я думаю, вы поняли, и если не поняли, то разбирайтесь сами. Все же ведь списали. Global Right Button. При нажатии именно, ну, как обычно, Global, именно уже Right Button, то есть, самое правое, то есть, перемещение, мы прописываем If Active равняется 1, то есть, если они красненькие, Move равняется 1, Move как раз таки мы прописывали в степе предыдущем, что происходит. И Place X равняется Mouse X, Place Y, Mouse Y соответственно. То есть, он начнет у нас вот так вот перемещаться. Допустим, вот мы выделим одного персонажа, и начнем его перемещать. Им там сразу несколько, и в одну точку их посылать. Можем даже вот так сделать, и каждый раз менять им направление куда угодно. Можно их прям всех отправить, и так далее. Там перемещать куда угодно, или, допустим, выделить только этих, и поставить их обратно на базу. Ну, вы поняли. А при нажатии, именно красном нажатии, то есть, это именно Add Event Press K Letter A, у нас будет происходить вот такая вот шняга. If Active равняется 1, и, то есть, начнем атаковать. То есть, при нажатии английской буквы A, наш игрок начнет стрелять шариками. If Active равняется 1, как раз таки вот этими Object Bullet, которые мы следующими создадим. If Active равняется 1, If Attack равняется 0, Attack равняется 1. То есть, у нас как бы обратно друг другу действие. Просто спешите. Если Attack был равен 0, он будет равен 1. Если 1, он будет равен 0. Ну, вы поняли. И, если мы уже создали Object Bullet, ну, мы его сейчас следующим шагом создадим, нажмем на букву A, то, как вы видите, он начнет пулять вот этими маленькими, желтенькими снарядами в здание. Если его поставить сюда, я сейчас нажал тоже A, они начнут сразу же пулять в ближайшее здание. И здесь также, как видите, он начинает пулять, пулять, пущать в красное здание. Если мы нажмем снова на A у этого объекта, он перестанет уже стрелять. А эти будут продолжать, пока я снова не нажму у них A, и они не перестанут стрелять. В общем, здесь разобрались, обязательно в Parent O Solid поставили. Создаем также O Solid. И теперь создаем O Building. Точнее, лучше, наверное, начать с O Bullet. В O Bullet мы просто прописываем, ну, сделаем спрайт, все как обычно, и прописываем при столкновении с вражеским зданием, которым мы попозже создадим, уничтожение. Ничего сложного. O Bullet у нас, точнее, O Building у нас полностью пустой, просто обязательно поставьте здесь Solid, и здесь O Parent Solid. O Enemy Building тоже ничем не отличается, просто здесь Solid, и здесь O Parent Solid. Точнее, O Parent O Solid. В O Solid, как я говорил, ничего не прописываем. И наша камера, чтобы она передвигалась именно за мышкой. Эта камера в степе мы прописываем просто X равен Mouse Y, X, Y равен Mouse Y. То есть этот объект будет вечно перемещаться за нашей мышкой. Не обязательно ставить Visible, просто можно не ставить у нее спрайт, то есть он всегда будет невидимым. И в комнате, про Views, вкладочка Views, то есть это как бы виды, все включаем здесь, как у меня на галочке, и прописываем здесь, ну, все оставляем как есть, и просто ставим объект O Camera. И как бы барьер 32, можно поставить чуть побольше, ну, лучше 32 впритык, и скорость 25. Хотя здесь на самом деле можно поставить и минус 1, но лучше 25, чтобы было помедленнее. Теперь самое главное. Генерация ландшафта. Дело в том, что я обещал вам сделать легкую генерацию ландшафта. Это просто. Сначала вы делаете All Land. То есть All Land, это вот все объекты с четырьмя спрайтами. И указываете там стандартный спрайт Earth. Глумину обязательно ставите 4, чтобы она была ниже всех объектов в уровне. Не надо ставить ему Solid, ни в коем случае. Спрайт ставите там, как говорил, землю, и в Create прописываем вот такую вот, ну, несложную процедуру. Можно сказать, здесь происходит. 4N, то есть 4 буквы N малых, равняется Instant Nearest О генератор. Генератор мы попозже его тоже покажем вам. My Type равняется 0, то есть это переменная типа нашего, нашей Земли. То есть как бы на нуле у нас Земля, текстурка Земли. If Distance to Object О генератор, который мы создадим попозже, меньше 256, плюс рандомное. I Random это рандомный. Именно I Random. Random это с плавающей запятой, то есть это 0,1, 10, может быть 1 сотая, там 255,9. Если мы поставим I Render, то только целые числа от 0 до 256 будет, без всяких точек. Это лучше ставить так, чтобы было прямее работало. И внутри фигурных этих скобок, огромных, прописываем сначала if NNN Tube, то есть безлижайший О генератор равняется 0, то ничего не происходит. То есть в Create у нас так и остается О Earth. Если Tube равняется 1, можно, кстати, через Switch Case было сделать, но я попозже лучше это сделаю, я не буду сейчас вас объяснять, это немножечко сложнее. If NNN Tube равняется 1, то MyTie равняется I Render 1 плюс 1. То есть I Render 1 в скобочках еще плюс единичка. То есть у нас по-любому уже будет Cent, то есть точнее вода, ну, либо вода, либо песок. Потом попозже объясню, почему так. If NNN Tube равняется 2, MyTie равняется 3, то есть у нас получается горы. И все это закрывается, все это вот в таких скобочках, каждый раз компактненьких умещается, все это оставляем. Закрываем скобки, и здесь уже прописываем. If MyTie равняется 0, у нас спрайт земля, есть единица вода, то есть именно здесь, если всегда будет вода, а если рандомно попадется еще единичка, то получится, если MyTie равняется 2, получится песок. Если 3, то получится именно гора, спрайт горы, которую мы здесь заранее, конечно же, нарисовали. А О-генератор мы прописываем, вот тоже здесь все вставлено, как у меня, все как у меня. В Create прописываем просто, Тайп равняется рандомно, от 0 до 2, а и рандом 2. Все, больше писать ничего нам не надо. У нас уже готова рандомная генерация. Но ничего, понятное дело, работать не будет, если я не проставлю все объекты. Допустим, вы проставили все объекты на карте, обязательно проставляете камеру и О-контрол. А остальное, где вы скажете генератор, и все такое, куда-то проставлять. Не нужно вручную расставлять О-Лэнд, вот так вот, подгоняя по сетке. Можно сделать гораздо проще. В Settings вкладочка Creation Code. И здесь обязательно вот этот код. Повторяем. То есть, по-любому, iRandom 3 плюс 1, у нас по-любому уже будет 1 объект. И еще случайно от 0 до 3. То есть, будет от 1 до 4, можно сказать. Точнее, от 2, да, от 1 до 4 максимум. У нас будет здесь число. Каждый раз появляется. И Instant Create внутри, iRandom, то есть, случайно, в рамках RoomWiz, в ширине комнаты, iRandom по длине комнаты, появляем, точнее, создаем О-генератор. То есть, repeat, это вот столько раз будет повторяться вот это действие. Как только закончится, оно переходит вот к этому. For, обязательно списывайте так же, со скобочками совсем. xxxx равняется 0. То есть, если x равен 0, начальной, xxxx, если он еще меньше ширины комнаты, то он будет преодолеться каждым шагом 64 единицы. И также в игреке то же самое прописывайте, только здесь именно height, высота. И уже внутри, под скобками, здесь пишите Instant Create, xxxx, вот это как на ирик, 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 оленд. И у нас как бы в сеточке сразу выстроится, вот это вот, ну, фон из земли. На фоне. И если у нас по карте разбросано случайное количество вот этих генераторов, у нас получается изменение в почве, можно так сказать. Вот, в принципе, и весь туториал, который я мог бы вам сейчас изложить. Постараюсь в следующий раз сделать туториал с нуля, когда у меня появится свободное время, то есть я прям при вас буду все это создавать. А так, с вами была команда ForGameFree, а обязательно на нас подписывайтесь, ждите туториалы, теперь они не будут точно ровно выходить, и не доканывайте меня, пожалуйста, на моем личном канале, как один пользователь меня доканывает, давай быстро пиши туториалы, и так далее. Туториалы это мое личное хобби, и я не обязан их выкладывать в большом количестве. Просто подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть новости, обязательно, потому что я именно на своем личном канале высвечиваю новости о новых туториалах. Также там есть и летсплей, и подойти. Скоро там будет обзор, и дело в том, что я уже, как говорил, устраиваюсь на работу, это пока все, на самом деле, в крайнем секрете, что там именно будет. Но это, я думаю, в течение лета вы все это уже поймете и узнаете. А так, с вами был Слава, снова была команда 4GameFree, я опять повторяюсь, подписывайтесь, снова повторяюсь, и на этот канал, и на мой канал, ссылка в описании. До свидания.